Здравствуй, уважаемые зрители! Меня зовут Дима, а это моя жена Света. И мы бы хотели поделиться с тобой своим отчетом о походе вокруг хребта по очкам Чор в Кибинах в августе 2016 года. Доброе утро, уважаемый зритель! Наступил третий день нашего похода. Сегодня стандартное утро. Я готовлю макароны. Света собирает вещи. Время 9.37 уже. Сейчас мы пока поедим. И надо провести экскурсию по тому месту, где мы стояли лагерем. Здесь очень красивая речка. Вообще здесь красиво. Я вчера попробовал поснимать, но, наверное, это не очень хорошо получилось. А сегодня солнышко. И должно получиться неплохо. Вчера вечером мы замеряли температуру по какому-то непонятному градуснику из магнита. Показывало 16 градусов тепла. Но когда дует ветерок, то достаточно прохладно даже вот так вот на солнышке сидеть. А сейчас палатки, сколько там, ты говоришь, было? 26 на солнце. За кого? Я вот только вынесла, наверное, еще не упала же. А покажи, уважаемому зрителю. 20. Ну, здесь уже вещь упала. 22 уже, как сказать, 22. 22. Вот, короче. Большая кастрюлька у нас идет под чай и кофе. А в маленькой мы делаем еду. В принципе, кипятить воду здесь не обязательно. Мы это не всегда делаем. Она чистая в этих горных речках. А на день наливаем прямо так и пьем сырую. Вот целая фигушка черники. Сколько на вокзале такая кружка, не помнишь, продавали? Мимо, я ее собрала. Он все мимо прыгнет. Ради хорошего кастрюля. Ради хорошего кастрюля. Прошел час третьего ходового дня у нас. Сегодня переход совсем короткий. Но тяжкий. Да не, нормальный. Осталось еще 15 примерно нам идти до станции спасательной. Вот. У нас небольшой привал. И здесь вот такой вот интересный эффект наблюдается у водички. Из-под земли бьют какие-то такие небольшие роднички. Вот такие вот интересные фуфуики. Такие фонтанчики. То ли воздух выходит, то ли водичка какая просачивается. Здесь масштаб красный. Примерно. Вот внизу находится просто реки Куньер. Она туда. Внизу по течению находится станция спасателей. КСП Куэльпор. Вот мы сейчас туда вот выдвигаемся. Нам чуть-чуть осталось дойти до мостика. Там был брод. Дорога на него выходит. Но дальше есть мостик. А я тебя. Сегодняшний третий ходовой день мы завершаем не так поздно, как в рост. Предыдущие два дня. Сейчас время без 5.04. Но мы уже... А? Давненько? Я ничего не подумала. Время без 10.04. Но мы уже до этого отметились на посту Куэльпор. Позадавали там глупые вопросы спасателю Михаилу. Пока нашли полянку, где можно встать. Вот. И сейчас потихоньку разбиваем лагерь. И думаем, что останемся здесь на дневку. Ну вот сегодня и завтра. Останемся здесь на дневку. Тут места. Одно краше другого. Ну чуть позже, естественно, будет экскурсия по нашей поляне, по нашему лагерю. Вот. Завтра думаем сходить на красивый водопад. Недалеко от станции. После обеда в нашем лагере кипит жизнь. Я собираюсь попить чайку. Да, мы уже ходили на речку, помылись. О том, кстати, как помыться, на канале есть видео. Вот. Сходили, значит, помылись. Поели. Посуду пока не мыли. Сейчас надо будет помыть. Сейчас вот чайку попьем. Я собираюсь попить. Аслана Геннадьевна пошла нашпылять грибов на ужин. Вот такой вот тут грибочек мы нашли рядышком. Может быть на ужин получится набрать их на сковородке пожарим. Чаек я пью с лимоном. Кстати, для того, чтобы был лимонный вкус, вот такую вот жидкость, лимонная кислота мы с собой взяли. Понятно, что если тащить настоящий лимон, он прокиснет. А вот эта штучка, натуральный лимонный сок вообще в кема. Добавляешь кружку и все. Вот здесь такая заглушечка. Ее закрываем сверху скотчиком. А здесь у нас резиночка. Приятно пить теплый лимонный чай, любуясь на горы и слушая шум бурлящей воды в реке. Ну-ка, покешь. Вот такие, подожди против солнца. Вообще красотень. Чую, что будет сегодня Жульен у нас. Круто! Вот, вот так. Иду еще посекай. Давай, давай. Поскольку эти чудесные свежесобранные грибы нужно в чем-то мыть, резать и готовить, надо идти мыть посуду туда, на речку. Пока Слана Геннадий насобирает еще грибов, я сейчас вам покажу, где мы моем посуду, где мы мылись, ну и где надо будет нам постираться на речке. Там вообще классно. Вот такое у нас эффективно красивое место. Здесь мы моем посуду, моемся сами. От этого чудесного места, ну от воды, где мы берем воду, до нашей поляны, совсем недалеко. Лагерь вот там. Стоит подняться по этой тропинке, и мы уже в лагере. Сейчас я покажу. Здесь у нас два входа. Один короткий, но более крутой, а другой более пологий, но чуть подлиннее в обход. Пойдем по нему. Там, пожалуйста, наша палатка. А вот здесь наша кухня. Все рядом. О! А грибочки потихоньку, их количество увеличивается. Экологически чистые грибки, найденные на берегу реки, как она там называется? Куни-йок. Куни-йок в Хибинах. Вот теперь расскажи что-нибудь. Я первый раз в жизни собирала грибы. Это очень интересно оказывается. Блин, очень классно. Приеду, обязательно почитаю, какие грибы съедобные, какие нет. Потому что очень много здесь грибов. Ну, мы собирали только, как они, губчатые, получается. Ну, типа да. Надо почитать, потому что, видите, разные грибы. Не только жигубчатые бывают. Ну, да. Ты вот эти дырочки тоже срезай. Угу. Я швот вижу. Стана Геннадьевна, у нас житель степной полосы России. Да. Там грибы, оказывается, не растут. Я сдал бразды правления на кухне своему заместителю. Грибами занимается он, грибных дел мастер. Первая партия у нас уже готова. Оп, будьте нате. Здесь у нас присутствует... Что присутствует? У нас соль, лук сухой, немножко при петрушке. И на подсолнечном масле все мы это жарим. Вот это новая партия, пока сырые. А к ним в качестве гарнира у нас пойдут макароны сухие. Ну, то есть, сварим макароны. Сухие погрызем. Вот так. На нашей кухне вовсю идет приготовление ужина. На основной горелке, как мы можем наблюдать, у нас заместитель главного повара жарит грибы. Ну, а главному повару, поскольку он сегодня отстранен несколько от должности, досталась резервная горелка с резервным газовым баллоном. Здесь у нас будут готовиться макароны. Вот. Можно обратить внимание, какие есть... Вот эта партия грибок у нас будет отличаться вот от этой. Во второй партии будет немножко другой набор специй. Расскажи, пожалуйста, с этим. Нет, подожди, стой. Все, давай, можно. Ну, как уже шеф-повар рассказывал, что в предыдущее блюдо мы добавляли немного лучку, сюда мы лук добавлять не стали. Зато здесь есть секретный ингредиент, секретно-ингредиентного приготовления грибов, а именно мы добавили сушеные помидоры. Ну, и чтобы добро не пропадало, сюда же пошел пакетик роутона. Вот эта приправка, которая там есть. Может, немножечко соли придется добавить. Они выглядят такими красненькими уже, да? Да. Вкусненькие. И еще, если бы запах чувствовался зрителям, м-м-м-м, веб слюной и зашлись бы. Стоило проехать на север полстраны, чтобы пожарить грибов, да? Да. В Ярославле вот этого сделать невозможно. Нет, ну не в этом дело. Просто вот у меня из кухни дома открывается совершенно другой вид. Не такой, как вот здесь. Поэтому и настроение здесь другое. Подожди, я покажу. Как бы выглядываешь в окошко, а у тебя вот такое горы, лес. По прачечной проведи экскурсию. А да. Пройдемся маленько по нашей сушилке вещей. Мы тут маленько постирались. Теперь, пожалуйста, вот здесь на натянутой веревке все у нас сохнет. Но сейчас солнышко уже зашло за горы, вон туда. И сегодня, сейчас уже начинает холодать, поэтому сегодня у нас еще не высохнет. Вот. А завтра солнце будет вставать на востоке, то есть вот там. И вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И оно будет здесь светить и сушить наши вещи. Вот. После грибного ужина и вечерних бытовых дел наша группа разбрелась по лагерю. Убивать свободное время. Кто-то отправился в палатку читать книгу с дальнейшим погружением в сон. А кто-то решил пожечь костер и насладиться хипинской ночью. И вот так, 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 вот Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»